Мастера кунг-фу, которые постигают суть бытия через наблюдение текущего ручья, полета мотылька и созерцание каменного сада с пляшущим костром, становятся настолько мощными, что готовы бросать вызовы всем, без исключения представителями единоборств, демонстрируя своего внутреннего дракона, извергающего пламя бытия. Привет, кровожадные улитки, избивающие тигра! С вами проект Май-Тай Сикея, я Варченко Виталий. А в этом видео мы посмотрим на великих мастеров кунг-фу, которые решили избить каждого ничтожного бойца, кто встал на их пути. Первый бой состоялся на довольно престижном турнире, перед тысячами зрителей. А все дело в том, что мастер тай-чи в синих перчатках, и, как вы заметили, уже не молодой парень, а опытный мастер со своей паствой, решил доказать всему байджингу, что мастерство не пропьешь, а энергия вселенной с годами делает его только сильнее. Доказать, конечно, не получилось. А вот опозориться, не показав в ринге вообще ничего толкового, вышло отлично. Не знаю, кто из его учеников продолжит у него тренироваться боевое тай-чи, но я бы им посоветовал спросить у бойца в красных перчатках, где он занимается, и пойти туда. А в этом нереальном бою, на который слабонервным лучше не смотреть, сошлись мастер секретной школы кунг-фу дикой ящерицы и боец муай-тай. Стойка мастера сразу ввергает бойца в шок, но он не поддался панике и сразу всадил лоу-кик, после чего добавил прямой. Мастер молниеносно отбил эти два удара, правда только у себя в мыслях, а на деле он постоянно хотел споймать или отбить все удары, но ни разу этого не получилось. Он специально был без перчаток, чтобы показать свое мастерство, а то многие ребята пишут в комментах, что кунг-фу в перчатках не бывает. Но без перчаток это смотрелось еще смешнее. Все, что летело, залетало. Мне кажется, если он не наберется ума после этого боя с несколькими нокдаунами, то следующий такой вызов он не переживет. Мастер Винчун в черной одежде смерти бросил вызов жалкому кикбоксеру и решил заработать денег на турнире перед зрителями, заодно подняв имидж своей школы и показав силу Винчун кунг-фу. Он обещал закончить бой за 30 секунд, уложив бойца. Поэтому с первых секунд бросился в бешеную атаку в стиле Винчун, где нужно нанести 100 ударов руками за 20 секунд. Вот правда не рассчитал, что любой нормальный боец будет двигаться и выбрасывать встречные удары. В общем, свое обещание он выполнил, только с маленькой корректировкой. Бой действительно закончился за 30 секунд. Только разбирать свои ошибки через астральный мир он отправился сам. В этом знаменитом бою мастер Тай-Чи Вэй Ли сошелся в смертельной битве против бойца ММА Ху, который ездит по Китаю и бросает вызов фейковым мастерам. Я делал на него очень интересный обзор, который вы можете посмотреть в подсказках. Бой против великого мастера Тай-Чи, управляющего вселенской энергией, закончился через 10 секунд нокаутом. Правда, после этой мясорубки наху подали в суд, и для него все закрутилось непросто. Но об этом я рассказал в обзоре. А это эпический бой между седобородым мастером кунг-фу, который достиг уровня бесконтактного боя, одержав 200 побед без единого поражения, и бойцом ММА. Первое махание руками грандмастера можно принять за отмашку от мул, но на самом деле он создавал энергетический щит вокруг себя, что к нему нельзя было прикоснуться, а потом собирался сделать разящее пламя смерти и испепелить жалкого мемашника. Вот только, к сожалению, боец не знал про все эти задумки, поэтому просто подошел и всадил прямой, после которого дед улетел в нокдаун, а потом добавил еще пару ударов ногой, похоронив непобедимый рекорд седовласового мастера. А в этом видео мы посмотрим на мужика, который пришел в зал единоборств и объявил себя мастером кунг-фу, готовым показать жалким бойцам, как нужно правильно драться, а лучших потом взять в ученики. Одного из молодых и горячих парней это не на шутку зацепило, и они сошлись в бою в ринге. Замес получился знатный. Такое впечатление, что мастер кунг-фу вообще не понимает, что делать в бою, а просто идет вперед с опущенными руками. Хоть бы стойку журавля принял или что. Закончилось все логично и больно. Может из этого дядьки и выбьют его уверенность в своих силах. А в этом показательном бою мастер Чонг, который создал свою собственную кунг-фу зеленой тучи, решил продемонстрировать на семинаре его боеспособность. Подопытным оказался здоровый чернокожий дядька. Мастер сразу ограничил условия боя. Удары только руками и только ладошками. Но и этого хватило. Наш Кинг-Конг надавал мастеру лящей по полной. А тот, в свою очередь, вообще не понимал, что делать. Просто боялся удара и отворачивался, как новичок в первую неделю тренировок. Не знаю, что там за кунг-фу зеленой тучи, но зеленую дурь он точно употребляет для самоуверенности и веры в свои силы. А вот это видео показывает всю суть мастеров. Седобородый великий мастер стоит в медитации и соединяется с вселенскими потоками силы. А тут на него нападает гопник. Но мастер малниеносно отбивает удар и делает бросок мельницей, но падает на жопу. Этот сенсей не смог даже сделать постанову, перебросив качка. Он оказался настолько крутым, что подбежало два человека, чтобы поднять его с пола. А в этом жестоком бою, от которого плакали горы вуданга, наш боец ММА Шу вызвал на бой мастера поднебесного удара, который нехорошо отзывался про него в соцсетях после его побед над другими мастерами кунг-фу. Шу был немного зол на него, поэтому играться не стал, а с первых секунд пошел в зарубу. Техника грандмастера поднебесной больше мне напоминала махач возле пельменной, который можно регулярно наблюдать в субботу вечером, когда сходятся два топовых бойца из рюмочной у дяди Феди и пивной у дяди Бори. А завершает нашу подборку великий мастер Тай-Чи, который, посылая энергетическую волну передней рукой, может удержать разъяренного тигра, бегущего в атаку. Правда, боец Муай Тай этого не знал и просто подошел с ударом правого прямого. Я думаю, мастерам всегда перед боем нужно говорить, что они делают, когда машут руками или выставляют их перед собой. Тогда хотя бы бойцы будут знать, что по ним стреляют ультраэнергией или сейчас закрутят в водовороте бытия, отправляя в астрал. А так, пять секунд и накал. Пикап! Все, спокойно, спокойно. Раз, два, и... Это биомеханика, эффективное движение. Ее знать надо. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Соответственно, хоба, хоба, хоба. Вот так. Два, три, да. Клодрата одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Хлоту вырываю ключицу, это ключица вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий сильный, атака слева, атака справа. Атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по медитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Вставил. Какой индиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Фольк один раз, естественно. Ничего не успевайте, это убит. Успевайте. 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 Продолжение следует...